Мои любимые, доброе утро, добрый день. У нас доходит 12 часов утра дня. Я не знаю, утра дня. Я считаю, что 12 часов это уже день. Ну, короче, я, похоже, дело заболела. Но чувствую себя, в принципе, неплохо. Я боюсь даже предположить, что это у меня омикрон. Ну, исходя из тех симптомов, о которых постоянно говорят по телевизору, омикрона-то слабость. Ну, слабости, как таковой, у меня нет. Кашель. Я кашляю немного. Кстати, боль в горле у меня прошла. Вчера вечером, наверное, в районе 8 часов, 9, у меня прям такая боль в горле была. Потом у меня начало отхаркиваться. Я не знаю, радоваться тому или нет. Отхаркивается. Причем так хорошо. Сопли то были, то нет. Но исходя, опять же, возвращаясь, такими фразами, да, говорю, исходя, не исходя. Но если ориентироваться на вчерашнее поздно вечер свое состояние, то сейчас я себя чувствую очень даже неплохо. Я не пила никаких таблеток. Не знаю. Я считаю, что мне нужно еще попить чаю с лимоном, с медом. Я уже все бока отлежала. Я проснулась в районе 5 часов утра и включила лекцию про Сталина на канале Тамара Эдельман. Досмотрела ее до конца. Ну, про Джугашвили. Ну, это Сталин, знаете, да, его родная. Жвачка. Надо выпросить. Ну, про Джугашвили я уже и так много чего знала. Я интересовалась его личностью. И она мне, в принципе, Америку-то не открыла. Вот время 12 часов. Посмотри, как темно. Без 5-12. Надо включить свет. Настроение у меня, ну, неплохое. Ну, и нехорошее, блин. Надо вставать делать дела. Хотя, по сути, какие у меня дела, да? Дел-то, по сути-то, и нет. Но, 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 но. Болеть нельзя. Болеть нельзя. Так классно было, что вечером была еда. Кстати, никуда мы не пошли. И Женя разболелись, там они все. И я полуразболелась. С утра зашла Галина Николаевна, ты как говоришь. Инна, как ты себя чувствуешь? Я говорю, нормально себя чувствую. Принесла мне таблетки. Она говорит, я болела, у меня остались. Катарин какой-то. Кто в Турции был? Она говорит, такие эффективные. У нее осталось тут 3 сигаретки. Слушайте, нет сигаретки? 3 и 1 выпила. У нее перед этим, как сказать, перед глазами нужно было уважить человека. Я ей говорю, ко мне нечего делать. Не ходите. Мало ли, мало ли, какое у меня заболевание. Только в маске. Ну, мало ли, а вдруг у меня омикрон. Ну вот, а чем черт не шутит? Хотя нет, я вот, я чувствую по себе уже, что мне легче. То ли мне хочется так подумать. Я сейчас тебе заварю этот чудо-чай. Здесь у меня всегда салфеточка для сопливчик. Заварю чудо-чай. Ну, тот, который я вчера заварила. Тот, который Заки заваривает. А, вчера вечером мандаринки ела. И никуда мы не пошли. На улице тепло. На балкон я уже выходила. Ну, как тепло. Исходя из новостей, которые показывают постоянно по телевизору. Там, что творится в России. Например, Краснодарский край. Там засыпало просто. Аэропорт Стамбула прекратил работу. Потому что там... Потому что там... Ну, блин. Ну, из-за снега. Из-за непогоды. Это вообще жесть. Ну, вроде бы устраняют неполадки. Но... Факт в том-то же, что прекратил. Так, так, так. Чайку заварим. Я не хочу болеть. Я не хочу болеть. Так, нужно... Вчера ела баранину. Может, курочку пожарить? А, давайте я рыбку достану. Да? Рыбку бы сегодня пожарил. На обед сегодня будет рыба. Вот. Прекрасно. Дората. Угу. Я думаю, Дората. Или это Сибас. Слушайте. Это я знаю, что рыба относится к одному семейству. Вот это, Дората или Сибас? Вот это какая? Напишите мне. Наверное... Наверное, Дората, да? Такая крупная. Вообще-то, сегодня вторник. Можно пойти на рынок? Можно, да не можно. Если честно, я все еще не приняла. Я считаю, что я заболела из-за того, что я не приняла решения. Не приняла решения по поводу... Как его? Квартиры. Вчера с Надюшкой разговаривали. Вчера пришла зарплата от Ютюб. Где-то в районе 11 часов. И сейчас у меня уже есть опять... В смысле, опять деньги? И есть деньги. 24 уже есть. А если я покупаю вот ту четвертую квартиру, то она совсем малютка. Я же буду ее покупать как инвестицию. Не знаю, блин, не знаю. Ой, у нас дождь пошел. А сегодня я обещаю дождь. Мелкий дождь в течение всего дня. На улице не холодно. 10. Не холодность. Покажу вам. Переключу камеру на ту сторону. Вот такая вот погода. Погода, не погода. Пасмурное небо. Дождь, дождь, дождь. Да, зима. А ну а как я так и знала, что зима – это дожди. Дожди, ветра. Вот такая вот зима. Обратите внимание, прохожих вообще на улице нет. А учитывай, ну вот, мужчина. А, ну вот. Ну они из машины вышли. Из белой машины, вот второе. Двое сюда, один открыл багажник, что-то высовывает. А, ну вот парень. Из магазина вышел. Это вы через окно. Только сказала, что прохожих нет. Просто образовался какой-то поток, да? И поток-то из мужиков. Они из той машины, вот в этой селе. На улице не холодно. И это клёво. Но двери закрою. Вчера вечером включала этот кондиционер. В двух комнатах на 27. Потому что на 30 будет очень жарко. И кислород очень быстро сжигается. Не могу. Не могу. По состоянию на вечер всё ещё не положили квитанции по поводу электроэнергии. Не знаю. Понимаете насчёт квартиры. Да и хочется, и колется. Хочется очень. Но я как подумаю, что я одна в стране. Вот так вот, мало ли, что случится. Не дай Бог, заболею. И гарантия-то. Финансовая нагрузка очень большая. Но опять, зачем думать о плохом, если я не заболею? Ну вот так вот я, вот так вот, такое недомогание. Ну как, я же не заболела? Ну я считаю всё ещё, что я не заболела. Но прихворнула. Вот так вот. Прихворнула. И у меня всегда вот это вот. Прихворнула всегда на это. После того, как я попью холодного пива. Всегда. Я это знаю, сколько лет уже. И всё равно делаю. Я сама виновата. Понимаете? Во всех своих несчастьях виновата только я сама. Абсолютно. Я вот думаю, что выпью две таблетки, Катарина. Кто пил такие таблетки? Катарин. Так, мёд надо достать. Этот мёд я покупала на рынке здесь, в Турции. Тот мёд 700-граммовая банка, который я покупала в Аюсберу, он закончился. Слушайте, дождь, это уютно. В принципе, дома сидеть так уютно. Заварю, заварю себе чайку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, короче, я не унываю. Я не унываю. Потому что начать унывать, это уже то, что я болезнь победила. А как мне может болезнь победить, да? Что за ерунда? Ну, что за ерунда? Перебрала цветочки, достала одну веточку. Сколько они уже стоят, я даже не знаю. Вот это вот самое бодрое. Нет, вот эти вот две самые бодрые. Вот это вот устало. Давайте вот это вот выбросим. И у меня сейчас будет три цветочка. Ну и, собственно говоря, я пойду на выздоровление сразу. У меня будет три цветочка. Это мы так отделим. Ах, 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 какая красота. Ну, какова красота, какова красота. Давай, пожалуйста, не вывались в мусорное ведро. Какова красота, какова красота. Ах, 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 как в ресторане мы сейчас наложим. Так, вот этот вот раненый лепесток. Его надо убрать. А это пускай лежит. Вот это тоже раненый. Всё. А это пускай здесь лежит. Так, это здесь. Давай выбросить. Чаёк заварю себе. Температуры я не знаю, но думаю, что нет. Потому что лоб холодный. Нет, температуры нет. Я бы чувствую. Так, режем лимон. Запарится время и будем пить чай. С мёдом, с мёдом, с мёдом. Так. Выбрасываем. Вот у меня ещё лимон. Нужно мёд налить. Вот в эту вот лимон. В эту тарелочку сейчас нальём мёд. О, он какой. С паргой он. Представляете? Как, не парга, а как они называются? С сотами. М-м-м. Много наливать не буду. Мёд же не хренят, да, в холодильнике? Нет. Не хренят. Ну, такая не особо красивая. Но всё равно пускай здесь стоит. Так. Написали бы мне, как пожарить рыбку. М-м-м, какой вкусный. М-м-м, какой вкусный. Я его покупал на пятничном рынке. М-м-м, какой вкусный. М-м-м. М-м-м. М-м. М-м-м. Дома не холодно. М-м. М-м. тоже не холодно на включить новости олимпиады в пекине и папе помимо того что американские дипломаты покидают украину а что там кстати с долларом доллар почти 80 рублей то что такое учет туда чё-то да он творит ложка уже в ноге не буду маленько побеспокоили его как пожарить руку оливковое масло на противень да наверно напишите мне как пожар что такое не да не закрыла до конца вот уже начинает пыжиться уж тебя кофе то не хочется хочется чай горячего споркой нет обалденный нет тоже буду добавлять себе в кружку и и 12 08 попью чай вот и после обеда после обеда поеду в агентство недвижимость но они чуть смущает по поводу квартиры за 65 тысяч евро на будет совсем малюска 35 будет квадратных метров но это один плюс один в центре сейчас большие квартиры вот у меня относительно большая квартира для однокомнатные сейчас вот уже в центре на земли мало и большие уже не нет большие уже не и не строят все новое строительство прям малютки прям малютки квартиры но выше нас на улицу за 115 1 плюс 1 представляете 115 элитный жилой комплекс элитный жилой комплекс ну и чё пускай он заварится одну минутку да одну минутку подожду зачем мне этот элитный жилой комплекс зачем мне этот айдат бешеный вот это просто это просто дикость какая-то айдат это навязанные платежи в турецких домах такого нет а вдруг у меня микро что думаете у меня микрон или чё еще везде хожу везде шарахаюсь но в магазинах то в маске а в ресторанах я же я же каждый день ходила по ресторанам вот вчера не ходила только каждый день доходила блять похоже дело у меня микрон ну потому что что еще может быть да нет шутка никакой не микрон у меня это как его у меня просто заболевание такое от холодного пива вот такой чай очень круто он так прогревает горлышко такая он заварится через 10 минут я буду добавлять мед пить вас люблю целую только самые лучшие привет и передавайте мне желайте мне скорейшего окрепчания если вы болеете то я и вам желаю ну в общем умирать не собираюсь не дождитесь